Ребят, всем привет! Начинаю видео не с улицы, а с дома. Так как у нас сегодня задача у Бори... Я сижу, видео монтирую. А Боря сегодня занят тем, что устанавливает сетки на окна. У нас одна сетка установлена на постоянку у меня. А, наоборот, у меня временно. У Паши на постоянку и больше нигде сеток нет. На втором этаже душновато. Открывать окна невозможно вечером, потому что комары мошки. Поэтому мы по максимуму открывали те два окна, протягивали, где сетки есть. Но вот сегодня, наконец-то, мы добрались до того, чтобы это сделать на стационар. Красивенько. Открываем продажи. Я тебя перебил, прости. Открываем продажи? Да. Какие? Душной ваты. А, душной ваты. Точно, да. И сегодня у меня задача, я установила у себя программу. Мне сказали, фирмой застройщик установить определенную программку. Рососмотр она называется или как. Короче, нужно сделать фото дома, загрузить для того, чтобы получить третий транш. Могла фирма от банка. Вот. И чтобы мы могли подписать акт выполненных работ. Все, работы закончены. Мы завтра едем подписывать акт и сдавать вот эти фотографии. В общем, подавать документы в банк и получать третий транш. И на этом наши отношения с фирмой заканчиваются. Я надеюсь, что ничего не повылазит у нас. Потому что нас проконсультировали. Сказали, что если вдруг что-то повылазит, можно будет подать на фирму жалобу. В течение, там, скольких, вроде бы трех лет, там, или сколько, не помню уже, да. Вдруг что. Мы еще тепловизором проверим дом зимой. Чтобы везде было одинаково хорошо, да. Чтобы не было нигде никаких проплех, там. Дыр, так сказать, в стенах, вытеплители и так далее. В общем, поживем, посмотрим, все ли нормально. И надеемся, что, конечно, все будет хорошо. Единственное, что меня смущает, очень все слышно в этом доме. Очень все слышно. Кто-то на первом этаже идет, на втором этаже все слышно. Я не знаю, говорю, это полдеревянный, дом деревянный. У нас также было в Горохово. Когда деревянные дома, кто знает, в каркасных домах живут, дверь закрываешь на первом этаже, вибрация расходится по всему дому. Поэтому нужно учить детей сейчас. Я очень прекрасно, Боря, закрываю дверь очень тихонько. Нужно учить этому детей. Мастер-класс им давать, чтобы дверь тихо закрывали. Вот, не хлопали. И надеюсь, что когда положим, конечно, мы, ребят, кто смотрел наше видео, хотели линолиум класть, нам в личку и вы написали, и нам в этот продавец сказал в магазине, и подруга сказала, и мы сами об этом тоже слышали, знали, уже, ну, к тому времени, как вы написали, что линолиум класть нельзя на теплые полы, потому что ограничения по температурному режиму есть, очень жесткие, 29 градусов, если не ошибаюсь, только. 28, да. А мы начали консультироваться, нам сказали, ПВХ, плитку надо. И друзья сказали, да, на теплые полы у них тоже теплый пол, ПВХ, плита. Поэтому она дороже, конечно, мы поэтому и не хотели, но из-за того, что и клеящаяся, да, что она герметичная. Но из-за того, что мы сейчас в рассрочку возьмем, то я надеюсь, мы потянем ПВХ плиту, и надеюсь, она смягчит вибрацию по дому, все-таки уже будем не по дереву ходить, а по ПВХ плите. И третий момент, что стены покрасятся, вот, и плюс поставится мебель. Всегда, когда дом пустой, по нему все разносится эхом, просто очень сильно разносится. Как только заставляешь дом этими, как это сказать, мебелью, мебель начинает гасить вот эти все вибрации, все гасить, и, конечно, получше. У нас так было, когда мы въехали в квартиру в Новосибирске. Так, эхо, все разносится. Так только заставили ее, все, все приглушилось, все стало хорошо. Поэтому очень сильно на это не деемся, потому что просыпаемся от каждого. Кто-то в туалет спустился ночью, кто-то прошелся, кто-то позже пришел, кто-то раньше ушел. Все, все просыпаются, потому что по полу прошелся, бух-бух-бух пятками под этой плите. И все, и слышно по всему этажу. Ну, плюс еще двери появятся, тоже плюс. Сейчас же без дверей мы спим. Кто-то себе шторки завесил, но шторки особо не спасают. Чисто визуально спасают и все. Поэтому немножечко такой расклад вам даю. Что да как у нас происходит. Гараж мы переехали, перевезли. Наконец-то у нас начинаются, знаете-таки, более-менее полноценные обычные будни в ремонте. Они, конечно, не обычные, но я имею в виду, что уже начинается жизнь такая. Готовка еды, стирка, уборка. Сегодня замела на втором этаже полностью. И это готовка, какие-то поездки там по врачам в город, например, если нужно. И ремонт. Все, ремонт, ремонт, еще раз ремонт. Какие-то дела во дворе, в хозпостройке нужно ворота сделать. И здесь ремонт, ремонт, ремонт. Обратно начинается стирка и попутно учение младшего поколения пользоваться машинкой. Я же вижу. Сам все сейчас включи. Давай, молодец. Так, температуру. И включай. И вот это? Нет. Куда мы включаем? Да, все, сейчас заполню водичкой. Ты посмотри. Пустая ячейка все перестирала и здесь еще на одну стирку. Надо перестирать мне все сегодня. Потому что это... Начинаются дожди. Завтрашнего дня или после завтра? С завтрашней ночи. С завтрашней ночи. У меня есть, получается, два дня, чтобы это все постирало и высохло оно. Да. А сегодня, завтра будут сохнуты, мы снимем. А потом дожди на 4 дня, да? На неделю. Ну, на неделю. А у нас вот это все, получается, вот если я это достираю, как раз будет то, что нам надо. Потому что что-то в черном, я черное перестирала, а что-то только в белом находится, белье. И пока не перестираю, все ходят, мама, где это? А это только в белом. Я говорю, сейчас постираю. Сегодня за белое я взяла целую машинку, стираю. И нам будет достаточно. А через неделю как раз-то собирается две корзинки. И снова постирается. Красота. Пришел ко мне сегодня Борюсик младший. Из-за спины вытаскивает цветы. Говорит, мама, это тебе. Зверобой и ромашка. Ваз у нас нету. Все спрятано. А, не влазит. Боря, с кем рвал? Рассказывай. С соседями. С соседями помогали тебе рвать? Мне помогали. Говорит, это я не один. Короче, у нас сегодня будут цветы на столе. Вот такой у меня сын. Прихожу мужа снять. Как он унитаз делает. Слышу, вода бежит. Думаю, так, не поняла. Что за вода бежит? А потом меня осенило. Машинка просит воду. Муж дает машинке воду. Боря сегодня делает унитаз. Ура, ура. У нас будет туалет в доме. Не придется в кустики ходить. Уже замучились мы бегать. Вкусно? Да. Смотрите, какой замазюрка. А если бы она не была вкусной, то бы показал дизлайк. А так ты лайк показываешь, да? Да. Это Максим ест корейскую морковку. И госрую. Вкусную. Давай, ешь корейскую морковку. Вкуснотища. Это я хочу сделать лаваш. Достала лаваш. Буду делать этот буррито. С корейской морковкой. Ну, со всеми этими. А он говорит, мама, я хочу морковку. Лайк, да? И я хочу. И ты хочешь морковку. Мама, я и все хочу. Сейчас дам. Морковка. Острая. Острая она? Да. Она немножко печет. Вкусненькая. И даже острая. Да. Опа. Молодец. Хочешь буковки вырезать? Да. Я их вырезаю. Если он раньше вырезал такими большими кусками, то сейчас все мельче. И такие стараются что-то вырезать, фигурки какие-то. Вот, большой. Это большой, да. Это большая пирамидка. Ну, сам уже себе фигурки вырезает разные, какие хочет. Как в Горохово мы пользовались Тамиром. Очень крутая штука. Купил и сюда. Тут у нас такой импровизированная дверь. Старое одеяло, но оно послужит. И унитаз поставил я. И сейчас сюда Тамир выльем. Все. Поехали. Красота. Быстрая заправка пришла. На помощь. На помощь. Снимал, что быстрая заправка? Да. Вот это у нас быстрая заправка. Мама, где наша быстрая заправка? Сейчас. Говорит быстро. Пошли покажу кое-что. Клубничка. Достала. Других фруктов нету сейчас. Достала, сварю две мультиварки клубничного компота. Ты сюда уже насыпал. Да, это самый вкусный компот. Самый вкусный, самый любимый, это клубничный, конечно. Это с прошлого года, да? Да. То, что мы морозили. Делаю его реже, чем другие компоты, конечно, но просто мы все им наслаждаемся. Мне мультиварки нужно вымыть. Я не знаю, как. Это же уже собраться, нагреть воду, каждую вынести. Вот видите, оно течет, все. Дома проще. Тут горячая вода сразу. Я каждый раз как готовлю, сразу протираю. А здесь вот это, видите, как они быстро запачкаются. Это за, вот сколько мы здесь живем? Неделю. За неделю. Стекает же сюда все. И оно потом липкое становится. Нужно все это, все, вот это все поснимать, выдавать. А вот это как снимешь? Это не снимается, здесь только снимается. Да. Там сразу она у меня стояла возле этого. И раз, тут тряпочкой мыло. Наверное, надо сюда миску взять с водой горячей. Подожди, сейчас заправка придет. И сварю. Дети попросили сварить бульон куриный. Сейчас курицу сюда бедрышки высыплю. И после компотика сварю им бульон. Ничего есть не хотят, супы не хотят. Я говорю, бульон хоть будете? Они говорят, да, бульон будем. Может кто-то и курицу поест. Посмотрим вечерком, когда прохладно. Днем вообще, мы ходим, только йогурты едим. Компоты пьем. Вот я делала утром тебе и Саше буррито. Никак не могу доесть. То одно, то второе. Боря себе пельмени сварил. А я сварила Бори и Максиму пельмени они поели. Я еще не добрался до них. Они уже остыли. Да, мы бегаем с Бори. То мусорный пакет заменить. То клубнику достали, подожди. То курицу достали. То его катаю, то пошла вот эту чашу мыть. Потому что это в мультиварку мы чаши не ставим, сразу моем. Боря принес белье, сейчас пойду вешать. Наверное, сейчас нужно перенести на солнышко повесить все-таки, чтобы побыстрее высохло. И вот это вот, да, вот это мы так едим. Это завтрак мой. На ходу. Два часа дня вот это я первый раз ем. Вообще есть не хочется. Ходишь, я вот сделала себе, взяла варенье, компота нету, закончился с утра, допили последнее. Взяла варенье клубничное, воду, прямо вот так клубнику раздавила, она же целыми у нас клубничное варенье. С малиной лучше делается. Малину вообще люблю. А клубничного малиного нет сейчас варенья в холодильнике. И вот это пью, такой морс, я не знаю, как его назвать, потому что пить просто, хочется просто только пить. Все, больше ничего не хочется. Повесила я белье, думала, одна стирка на эту штуку влезет, на сушку. А там две стирки влезет, только половину заняла. Так что еще одну тоже на солнышко вывешу. Мурка, сегодня полночи с нами проспала. Она то у Тимофея, то у нас. Ляжет, такая умничка. Наконец-то, Мурка, свобода. Я тебя поздравляю, я так за тебя рада. Она ночью с нами дома, а днем на улице с нами. Покажись. Привет. Это чай не дала? Да. Это я взял. А вот, видите, рисунок я. А, это ты нарисовал рисунок? Да. Я думаю, зачем ты там краски оставил? Давай мы краски на место поставим, давай. Чтобы они не стояли там на полу. Нужно краски поставить на место. А, мам, для меня рисунок. Ну, пойдем только на столе, это дорисуй, не там. Пойдем на стол. Готовимся к закрытию сделки с банком на третий транш. Там нужно съемку проводить определенную. Тут по шагам идешь, фото с дома с четырех сторон. Да. Мы приехали на озеро покупаться. Да, сына? Нравится тебе? Вода холодная, теплая? Холодная вода. Для меня холодная. А ну, пробуй ножкой, Максим. Пробуй. Холодная? Мне холодная вода. Вода вот такая. Я туда не снимаю, потому что там люди. Да. Класс. Давай мы будем с тобой на берегу песочком играться. Давай. Холодная, да, вода? Да, я в такую не пойду точно. Все купаются, а только кроме меня. Здесь очень маленький пляж с крутым обрывом. И смотри, мухи на нас постоянно садятся. Сейчас снова на бровь села муха. На бровь села муха на лицо. Убери ее. Только Максимка не бросается. Негде снимать даже. Потому что очень маленький пляж. Буквально такие крутые обрывы. И все, пару мест, где можно войти здесь. Но все-таки озеро. Да, круто. Решили мы наконец-то съездить на озеро. Фух. Да. Веревку сюда какую-то привязать я буду. Не, не, веревку точно не привяжем. Как тебе водичка, Боря? Боря, как водичка? Водичка просто крутая. Все так валят эту водичку, а я зайти не могу. Вода просто классная. Ну я пойду тогда купальник одевать, вдруг смогу зайти. Все, я пошла в купальник переодела. Сейчас буду пробовать совершить подвиг. Вот это ребята под Новосибирском. Всего есть два озера, которые за Новосибирском. И есть озера, которые в Новосибирске. В Новосибирске мы на озера не ездили ни разу. Под Новосибирск мы ездили на одно озеро. И это второе озеро под Новосибирском, в которое мы поехали. Больше озер я не знаю вообще. Мы обспрашивали уже всех. И к тому, к тому нужно ехать. Но все-таки вариант, либо вообще никуда не ездить купаться, либо ездить под Новосибирск, купаться на озера, которые есть в доступе, так сказать. Саша плавать научился. Кричит мама. Он уже научился давно, но все боится. Все боится. Плывун. Ты плывешь в круге? Сейчас мама будет заходить. Папе дам фотоаппарат, пускай снимает это зрелище. Мух очень много здесь. Очень много мух. Я поспрашивала, но это на Овды не похоже. Я поспрашивала, это единственный пляж здесь. Давай, красавчик. Мама вон, бочком, бочком, бочком. Я не могу, мне в холодно. Смотри, ну что он может назад. Я сейчас, я вижу. Там просто сразу выведет. Сейчас мы с тобой разберемся. Аккуратненько, потому что там дальше это. Вода просто крутая. Как можно называть вот это крутой водой? Слушай, а тут такое перемешивание, все такое теплое. Ага, давай, 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 давай. Тихо, тихо, Максимка. Куда ты попрыгала? Максим, на три. Тише, тише, Максим, не труси рукой. Максим, не овот в рот попал. Холодно, реально, поплыла я дальше. Давай, давай, плыви. А дальше? Ну, рассказывай. Холодная вода, все равно. Поверху она такая, чуть тепленькая. А вот только чуть ниже ноги, все холодные. Приучает мама к воде Максима. И вот только постепенно. Не дай бог его силой заведешь или как-то дашь это. Но пока он сам не дойдет, пока сам не... Он уже садится. Уже смотри, как садится. Максим нравится? Он даже бежал, когда его только посадили. Давай. А теперь вот так, брызгайся. Вот так. Водичкой. Как манна. Как манна, вот так. Брызгайся водичкой. Давай. Вот так. Сейчас подожди мы еще намочим голову и все. Просто главное постепенно. Смотри, куда побежал. Раз и сел. Давай. Я мыла. Он меня брызгается в лицо. Я ему в спину брызгаю, а он такой и прыгает. Замерз? Замерз, вылазь, Патрик? Забирай. Давай, вылазь. По лестнице выходи сюда. Нет, нет, нет. Ты с мамой. Тихо, 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 тихо. Видишь, зачем мама здесь стоит? Чтобы тебя страховать. Мама здесь стоит. Мама здесь стоит, чтобы тебя страховать. Это ты куда поплыл? Поплыли к друзьям. Поплыли к друзьям. Максим. Максим. Помогите. Помоги. Привет, привет. Все, мы поборолись, а? Хочу. Да, хочешь? Давай, чуть-чуть. Хорошо? Давай, чуть-чуть, хорошо? Давай, чуть-чуть, 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 чуть-чуть. А вон там аж Паша с Тимофеем. Вот, вот они. Вот такая вода, чё. Ха-ха-ха. Она местами, как будто бы в такую... Раз захочешь тепло, потом шепло, а потом шепло, а потом шепло. А что, дорогие друзья, на этом сегодняшний день будем заканчивать. Вот я тут поужинал, Дием Яблоко досмотрю выпуск редакции недельный. В общем, всё. Сегодня и стирка была, и сушка, и работа, и отдых. В общем, на этой такой позитивной цветочной нотке будем заканчивать наш день. Пока-пока, до новых встреч, до новых видео. Субтитры подогнал «Симон»